Сергей Мохотин. Прогулки по лесу. Прогулка первая. Познавательная. Что же такое лес? В толковом словаре русского языка лес – это пространство, покрытое растущими и рослыми деревьями. Но такое же это огромное пространство. Давайте представим, что космонавты взяли нас в свое космическое путешествие. Как интересно было бы взглянуть из космоса на родную планету. И вот что удивительно. У нашей Земли оказывается два главных цвета – голубой и зеленый. Голубой – это цвет океанов, а зеленый – лесов. Леса недаром называют легкими нашей планеты. Лес производит кислород, которым дышат все живые существа. К ним и мы с тобой относимся. Лес очищает воздух от грязи, пыли и вредных газов. Он укращает ветер. Как бы тот ни бушевал, в лесу всегда тихо. А это значит, что меньше испаряется влага из почвы, что земля останется плодородной. Народная мудрость гласит. Лес – это вода. Вода – это хлеб. Хлеб – это жизнь. Не губить, а беречь. Сейчас вы узнаете новое, хотя и трудное слово. Фитонциды. Оно означает летучие вещества, убивающие микробы. Фитонциды мы узнаем по запаху. Это аромат черемухи, запах цветущей липы, душистого можжевельника, смолистой сосны. В лесу хорошо дышится. Человек избавляется от болезнетворных микробов и становится здоровее. Не зря в сосновых барах строят санатории и пансионаты. Но не только человеку хорошо в лесу. Под деревьями расцветают травы, зеленеют мхи, вырастают грибы и ягоды. А это корм для птиц и зверей. Нет в лесу ничего бесполезного, лишнего. Если высохнет в лесу болото, не прилетят журавли и цапли. Если исчезнут мухоморы, станут болеть и умирать лоси. Каждая сорная травинка, каждый мелкий грызун для чего-то нужен, кому-то необходим. Вот почему следует не вырубать бездумно леса, а сажать новые деревья. Не загрязнять лес, а очищать его. Не устраивать пикники с кострами, а охранять от пожаров. Не губить, а беречь. Простые, в общем, правила. Но современные люди почему-то не всегда их соблюдают, в отличие от наших предков. Низкий поклон деревьям. Наши предки-славяне жили в лесу. В самом прямом смысле. Лес начинался сразу за оградой двора. Из дерева делали все. От ложек до пуговиц. Лес кормил людей ягодами, грибами, дичью. Поэтому к нему относились с огромным уважением. Как к кормильцу каждой семьи. А что значит относиться к лесу с уважением? Это значит почитать каждое дерево, словно живое существо. А дерево ведь и правда живое. Особенно почитались дуб, береза, сосна. Перед тем, как срубить такое дерево на строительство дома, славяне просили у него прощения. Да и другим деревьям кланились. Бывало, кто-нибудь пойдет в лес и не вернется. Может, медведь задрал. А может, еще какой лесной хозяин. Богата народная фантазия. И вот уже одно таинственное лесное существо обрастает легендами и преданиями. За ним другое, третье. Так возникли сказочные персонажи. Баба-яга, водяной, леший. В их существование твердо верили. Попробуем представить их так, как виделись они нашим предкам. Леший. Главный хозяин леса – леший. То есть лесной. Он похож на человека и не похож. Глаза горят зеленым огнем. На лице ни ресниц, ни бровей. Волосы у него длинные, а тело шерстью покрыто. Одевается он в мужскую одежду. Только запахнута она на левую сторону. Левая сторона всегда неправильная. Перейдет леший дорогу путнику, и тот собьется с пути. Будет плутать по лесу до изнеможения. Отсюда и выражение – леший попутал. Но иногда леший, наоборот, поможет человеку домой вернуться и от хищных зверей защитит. Такой вот он непостоянный. То злой, то добрый. Трудно уйти от лешего, если он человеку повстречается. Трудно, но можно. Нужно вывернуть одежду наизнанку и переобуться, надев левый сапог на правую ногу, а правый – на левую. А еще можно задобрить лешего, оставив в дупле дерева кусок пирога. Этот способ вернее. На добро леший злом не отвечает. Может, всего-то и нужно ему, чтобы человек вел себя в лесу аккуратно. Муравьиных троп не топтал, ветки не ломал, огонь не разводил. Леший ведь хозяин леса. Он ему дом родной. Водяной. Реки, ручьи, озера, родники тоже должны быть кем-то оберегаемы. И как, если не чем-то гневом объясняются весенние паводки, наводнения, смывающие мельницы и затопляющие деревья? Конечно, это гнев водяного, хозяина лесных вод. Представлялось людям, что водяной живет на больших реках, озерах и болотах. Любит омуты возле мельниц. Плавает иногда на чурбане или коряге. Это некрасивый старик с длинной бородой, зелеными усами и весь в тине. Любит тишину и может неделями отдыхать на дне, не показываясь из воды. И если только допекут его громким хохотом неразумные купальщики, он сердится и утягивает кого-нибудь за ноги под воду. Водяной любит все черное. Поэтому на водяных мельницах обязательно держали черную овцу или еще какое-то животное этой масти. А черного козла и черного петуха приносили водяному в жертву. Водяной ездит на саме, тоже, кстати, черном. Перегоняет стада раков с одного места на другое. А прислуживают ему русалки. Русалками становились девушки-утопленницы, а также утонувшие некрещенные дети. Русалки красивы. По ночам они выходят из воды на берег и водят хороводы. Горе молодому парню, если он невзначай окажется среди русалок. Те защекочут его до смерти. Так девушки мстят за несчастливую любовь, которая вынудила их утопиться. Но чаще они тихо грустят о несбывшемся счастье, качаются на ветвях деревьев и поют печальные песни. Русалки – персонажи многих народных сказок. И не только народных. Вспомним хотя бы Пушкина. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Баба-яга. Баба-яга считается воровкой детей. Поэтому непослушных крестьянских ребятишек матери часто пугали этой лесной колдуньей. Живет Баба-яга в глухом лесу, в избушке на курьих ножках. Летает в деревянной ступе, управляя ею метлой. Одна нога у нее костяная. Баба-яга считалась хозяйкой зверей. О ней сложено столько сказок, что наверняка и вы вспомните не одну и не две. И сказки чаще всего кончаются тем, что детям удается обмануть старуху и вернуться домой. А еще в сказках Баба-яга помогает отважному герою одолеть злого врага. Почему же она такая разная? Наверное, потому, что всякому человеку нужно было пройти испытание. Ребенок подрастал и в конце концов должен был отправиться в лес один, без взрослых. Если он благополучно возвращался, да еще с грибами, ягодами или подстреленной дичью, значит, испытание выдержал, не испугался Баба-яги, значит, повзрослел. Теперь такому молодцу Баба-яге и помочь не зазорно. Вот и получается, что в сказках не только вымысел, в них много правды. Не будем о сказках забывать. В следующих прогулках по русскому лесу они нам еще пригодятся. Прогулка вторая Звериная Часто в сказках лесные звери ведут себя как люди. Они добрые и злые, хитрые и простодушные, грубые и ласковые. Человек наделил их своими собственными чертами. А каковы звери в действительности? Что ж, давайте за ними понаблюдаем. Медведь Сколько замечательных сказок мы бы никогда не услышали, если бы не медведь. Русская сказка медведя уважает. Величает его по имени-отчеству Михайло Потапыч. Он хозяин леса, сильный и простодушный. Даже если и украдет девочку Машу, то сам же и вернет ее дедушке с бабушкой. Медведь считается самым крупным хищником. Но с удовольствием ест сочную траву, грибы, ягоды, орехи, фрукты, рыбу. Любит молодые посадки овса. Про мед и говорить нечего. Само слово медведь означает ведающий, где мед. Всем известна фраза медведь спит и лапу сосет. Многие думают, что таким образом он избавляется от чувства голода. И ошибаются. На самом деле, во время зимней спячки у медведей линяет кожа на подошвах лап. Лапам немного больно. И медведь сосет лап, чтобы успокоить боль. Помогает. Случается, что охотники застрелили медведицу и медвежата осиротели. Часто потом подросших медвежат мы видим в цирке. Наши лесные бурые медведи быстро приручаются и хорошо поддаются дрессировке. Но пусть все-таки медведи в лесу живут. Ведь дома лучше. Лось. Однажды в Сибири ученые обнаружили древние рисунки на скалах, сделанные пять тысяч лет назад. На рисунках были изображены домашние животные. И среди них лось. Вот, оказывается, с каких давних пор человек ценит этого лесного великана. И есть за что. Лосиное молоко очень питательное, как сливки. И полезное. Неделю простоит и не скиснет, потому что не поддается микробам. Рога тоже ценные. Из них изготовляют многие лекарства. Наконец, лось настоящий богатырь. Нагрузи его вьюком в сто килограммов понесет. Запряги его в санную упряжку в пятьсот килограммов повезет. Кстати, о рогах. Знаете, почему лосей самцов зовут сахатами? Потому что их рога напоминают саху широкую и большую. А вот у лосих рога не растут. Но домашним животным лось все-таки не стал. Человек предпочел корову, овцу, лошадь. И остался лось на свободе. Шерсть у него грубая, но теплая. Студеной зимы лось не боится. Но беда, если выпадет зима с сильными снегопадами. Если снежный покров станет полуметровым, тогда лоси застревают в глубоком снегу, выбиваются из сил, голодают и гибнут от волков. Но в иное время ни волк, ни медведь не смеют напасть на лося. Ни клыки, ни когти не спасут от смертельного удара тяжелого копыта. А может, мы все-таки зря не приручаем лосей? Какие бы у нас были сильные и благородные защитники! Волк Сколько помнит себя человек, столько он враждует с волком. Чем же волк перед человеком виноват? Непримиримые враги серого обвиняют его в том, что он убивает зверей, на которых человек сам охотится. В том, что он губит домашних животных. В том, что он распространяет опасные болезни и даже бешенство. В том, что он нападает на человека. Но есть у волка и защитники. Они утверждают, что нападение волка на людей случай исключительный, почти небывалый. Волк действительно охотится на лесных зверей. Но ведь он хищник, а убивает только тех, кто слаб или болен. Этим он оздоравливает, к примеру, оленьи стада. Да, волк нападает на домашних животных. Часто убивает не одну овцу, а сразу нескольких. Про запас. Надеется, что позже раскопает их под снегом. Так что это вовсе не бессмысленная жестокость. А что касается бешенства, это, конечно, страшная болезнь. Но ведь и собаки, и кошки ею болеют. Не истреблять всех домашних любимцев. Волков в наших лесах осталось немного. Если они вовсе исчезнут, нарушится равновесие в природе. Это всегда приводит к большой беде. А теперь о волчьей жизни поподробнее. В еде волк неприхотлив. Если нет крупной добычи, пытается мышами, жуками, ловит щук в весенних протоках, даже ягоды ест. А вот выражение «волчий аппетит» не совсем точное. У волка узкие челюсти, поэтому быстро он есть не умеет. Волки заботливые и умные родители. Если волчата затеют драку, волчица тут же оттащат зачинчика в сторону. Волчата игривые, ласковые, любопытные. И незнакомый цветок им хочется понюхать и птицу послушать. А если какой-то волчонок ткнется носом в ежа и захнычит, остальные тоже поскуливают, сочувствуют братцу. Ну и родители всегда объяснят, что к чему. Волки вот еще чем заслуживают уважения. Погибнет от охотничьей пули взрослая пара, дети не останутся брошенными. Обязательно их подберет и воспитает другая семья. И наконец, если бы не волк, не было бы у нас и верного друга собаки. Лиса. Кто в лесу самый хитрый? Известно кто. Лиса. У нее даже длинноносая мордочка выглядит лукаво. Будто посмеивается рыжая над деревенскими собаками, которым никак ее не поймать. Удивительно, но лиса сама из семейства собачьих. Волк, кстати, тоже. Родственники а как не любят друг друга. Увы, такое случается. Лиса не селится в густой чаще, предпочитает перелесок рядом с полем. В поле там мыши и всякие другие мелкие грызуны. Это ее главная добыча, но не единственная. От лисы и зайцу может не поздоровиться, и фазану, и дикой утке. Еще ее винят в том, что она кур и цыплят ворует. И это бывает, но очень-очень редко. Живут лисы в норах, глубоких и очень длинных. Часто занимают брошенные норы барсуков, они просторнее. А если видит лисица, что барсук бросать свою удобную нору не собирается, она опять спускается на хитрость. Улучив момент, когда барсук вылезет наружу и отправится по своим делам, лиса юркнет в нору и всю ее перепачкает. Затем выскочит и затаится неподалеку. Вернется барсук. Что такое? Такой отвратительный запах стоит, что лучше новую нору вырыть, чем здесь жить, и отправиться в освояси. А лиса тут как тут. ну, не плутовка. Барсук. Что ни говори, а барсука жалко. Не заслужил он такого к себе отношения. Исключительно положительный зверь. Барсук домосед. Если его не потревожит, всю жизнь он живет в одной норе. И поэтому старается содержать свой дом в чистоте и порядке. Ухаживает за ним, ремонтирует. В его глубоком гнезде всегда сухо. Пол утоптан и выложен сухими листьями. Весь день барсук благоустраивает свое жилище или дремлет. Но вот близится вечер, солнце клонится к закату. Пора барсуку из норы выходить, ведь он ночной охотник. Выходит он медленно. Высунет нос снаружу и опять спрячется. Все запахи, которые уловил, обязательно обдумает. Еще несколько раз принюхается на всякий случай. Если покажется барсуку, что где-то поблизости чужой, свою ночную прогулку он отложит до следующего раза. Даже скорая перемена погоды может его остановить. Вот какой осторожный. Наконец, стихло все, солнце погасло. Выбрался барсук из норы и пошел по лесу рыскать. По тропинкам, полянам, берегам водоемов проходит он за ночь до 10 километров. Травянистые корни выкапывает, трухлявые пни разрывает, находит орехи, ягоды, семена. Но главное личинки вредных насекомых. Слава и почет ему за это. Не зря ведь прозвали барсука лесным санитаром. Белка. Идешь по лесу и вдруг ток-ток-ток. Что за звуки? Кто это разговаривает над головой? Вверх посмотришь, мелькнет в еловых ветвях рыжий огонек. Вот он уже сбегает вниз по стволу. Побежал по длинной ветке и перелетел на другое дерево. Ну, конечно, это белка. Удивительно грациозный зверек. Долго можно им любоваться. Любимые беличьи кушанье орехи, семена ели и сосны, почки деревьев, грибы, ягоды. Зимой этим лес не угостит, вот и приходится с лета едой запасаться. К несчастью, бывают такие неурожайные годы, когда и летом есть нечего. Как быть? Выход один, искать новые сытные места. И вот начинается великое беличье переселение. С ветки на ветку, с дерева на дерево, от поляны к поляне, даже реки и озера белки переплывают. Иногда за месяц-полтора преодолевают они сотни километров. Страдают от голода, гибнут в когтях куницы и ястреба, коршуны и совы. Но идут и идут вперед. И вот, наконец, найден новый лес, где всего вдоволь. Будет чем полакомиться будущим бельчатам. Вновь продолжится беличий рот. Оказывается, не только с восхищением можно на белку смотреть, но и с большим уважением. Очень это мужественный зверек. Встретите белочку, наградите ее за это орешком. заяц. в русских оказавшись один на один с лисой или собаком, собакой заяц превращается в настоящего боксера. Тут уж ему под горячую лапу не попадай. встанет во весь рост и таких тумаков надает врагу, что у того искра из глаз. Но случается, что заяц, падая на спину, отбивается от врагов задними лапами. Задние это сильнее, ими он пользуется, отражая атаку хищных птиц. В марте, когда солнце еще не растопило снежный наст, у зайчих рождаются зайчата. Их так и зовут настовики. Появляются они на свет сразу в теплых шубках. Накормит их мама сладким густым молочком и оставит одних на 2-3 дня, чтобы лишними следами не привлекать к ним внимание. Маленькие, как суслики, сидят зайчата тихо и неподвижно. Никто их не видит, ни ястреб, ни сова. Но если чужая зайчиха мимо пробегает, обязательно малышей заметит и накормит. Так в зайчем племени заведено. Через пару недель зайчата подрастут и начнут самостоятельно есть молодую травку. А знаете, кто такие листопадники? Правильно! Зайчата, которые рождаются в сентябре, когда листья с деревьев выпадают и птицы улетают на юг. Удачно перезим перезим перезимовать вам зайчата. Кабан Кабан может быть страшен. Вот вздыбилась его жесткая щетина. Острые клыки выставлены вперед, голова опущена. Маленькие глазки горят красным огнем. Вот-вот грозное чудовище бросится на врага. Таким кабан бывает, когда разъярен, когда ему угрожает смертельная опасность и чаще всего от человека. Ведь человек охотился на кабана с незапамятных времен. Археологи часто находят в пещерах наскальные рисунки, изображающие кабанью охоту. Этим рисунком сотни тысяч лет. Но мы убивать кабана, конечно, не будем. Просто понаблюдаем за ним. Кроме охотников самые главные враги кабана волки. Но и волк десять раз подумает, прежде чем нападать на колокастого зверя. И уж, конечно, никогда не сунется в его логово, которое кабаны устраивают в непроходимых густых зарослях. Здесь даже полосатые поросята чувствуют себя в безопасности. Рысь. Про волка и лису из семейства собачьих мы уже рассказали. Не забудем и про кошачьих. Самая крупная кошка в наших лесах это, конечно, рысь. Тяжелый зверь. До двадцати килограммов весит. А движется мягко, бесшумно. Заднюю лапу ставит вслед передней. Лапы широкие. Рысь по любому снегу пройдет. На длинных и острых ушах черные пучки волос образуют кисточки. Такое своеобразное рысье украшение. Будто в награбду за необыкновенный чуткий слух. Когда две рыси встречаются, они начинают знакомиться. Сначала обнюхают друг друга, а потом принимаются бодаться лбами. Довольно долго бодаются. Затем вылисывают друг друга шерсть. Значит, все в порядке. Подружились. Бобер Впереди зажурчал лесной ручеек. Скорее к нему. Э-э-э, да тут до нас поработали. Рядом с ручьем свалены осины с голыми ветками. Кругом щепки. Осиновые пеньки напоминают короткие колья. На древесине следы острых зубов. Теперь понятно, куда мы попали. Во владение бобровой семьи. Бобровый мех очень красивый, разной расцветки. Рыжий, каштановый, бурый, черный и никогда не намокает в воде. Бобры живут в норах или хатках. Хатки они строят из палок и веток, скрепленных илом. В ход идут утрамбованные корни болотных растений. Похоже, такое жилище на индейский вигвам трехметровой ширины и полутораметровой высоты. Оно очень прочное, человека выдержит. И никакой хищник не продерется сквозь плотно пригнанные ветки. А вход в жилище находится под водой за несколько метров от хатки. Тоже никто чужой не сунется. Но жарко летней порой ручьи и речки часто мелеют. Тогда вход в хатку может открыться непрошенным гостям. И вот что бобры придумали. Ниже своего жилища они строят настоящую плотину из палок, толстых веток, коротких стволов. Плотина всегда наклонена против течения. Это замедляет силу потока. Входная нора снова под водой. Враг не пройдет. А врагов у бобров много. Это орлы, филины, выдры, большие щуки, иногда лисица и, наконец, волк. Ёж В Скарске маршака теремок Ёж так знакомится. Я серый ёжик ни головы, ни ножек. Хитрец, все у него есть. Ближе к вечеру ёж начинает бегать по лесным тропкам и так топает своими ножками, так сопит острым носиком, что издалека слышно. За насекомыми охотится. Но бывали случаи, когда ёж вступал в схватку со змеей и чаще всего побеждал. А вот если чувствует он, что приближается враг, которого не одолеть, тот же превращается в колючий шар. Спинка, бока и даже часть головы ёжика покрыты острыми иглами. Спрятал он мордочку ножки живот. А ну-ка попробуй тронь, одни иглы торчат. Какой-нибудь неразумный волчонок тронет лапой шар, а тот подпрыгнет и уколет лапу острыми иголками. Заскулит волчонок, убежит поскорее прочь. Ничего будет впредь ему наука. Весной появятся и ежата. Рождаются они голые, без иголок и слепые. Но так быстро растут, что через два месяца их уже от взрослых не отличить. А любопытство у них еще детское. Встретишь взрослого ежа на тропинке, тот свернется колючим шаром и замрет надолго. А молодому ёжику терпения не хватает так долго лежать. Развернется он. Высунет острую мордочку. Кто это тут рядом стоит не уходит? Уходим, уходим, не бойся. Растите ежики. Крот. Еж очищает лес от вредных насекомых на земле. Таким же полезным делом занимается крот, только под землей. Часто на лесной опушке можно увидеть земляные кочки. Вот одна, метр через три другая, чуть подальше третья. Много их можно насчитать. Приглядимся повнимательней и увидим, что кочки расставлены не как попало, а рядами. Они показывают направление подземного хода. Крот умелый землекоп. Сам он маленький, не больше 15 сантиметров. Маленький да удаленький. Передние лапы сильные, широкие, коготки крепкие. Прижмет крот лапы к голове, продвинется вперед и отгребет землю в сторону. Грибок вперед, грибок вперед. Прямо-таки плывет наш крот под землей. Нарытую землю нужно куда-то девать. Каждые два-три метра крот начинает двигаться не вперед, а вверх. И головой выталкивает землю наружу. Так кочки и появляются. Отдохнет крот в своей норе от землеройной работы и отправляется путешествовать. Никогда не заблудится, хотя и слепой. Зрение ему заменяют отличный слух и нюх. А еще на мордочке хвостей и боках у него есть тонкие длинные волоски, органы осязания. С кротом познакомились, отправимся дальше. Прогулка третья. Древесная. Тоже интересная. Лес шумит, будто разговаривает. У каждого дерева свой голос, своя судьба. Деревьям есть о чем рассказать, что вспомнить. Ведь живут они долго. Давайте подойдем к ним поближе. Постоим рядом, послушаем. Дуб. Дуб лесной долгожитель. Жизнь его исчисляется веками. бывают тысячелетние дубы и даже старше. И достигают они 50-ти метровой высоты. Это очень полезное дерево. Корни дуба уходят вглубь земли на 5 метров и укрепляют почву. А широкая крона очищает воздух и сдерживает ветер. Полезное это дерево и красивое. На латинском языке дуб так и называется кверкус красивое дерево. Древесина его прочная крепкая даже в воде не гниет. Недаром она так любима столерами. Особенно ценится древесина черного или темно-серого цвета выдержанное длительное время в воде мореный дуб. Из нее изготавливают дорогую мебель. Размножается дуб желудями которые разносят в разные стороны грызуны медведи кабаны и птицы. Особенно сойки. Сорвет сойка желудь перелетит на другое дерево и давая желудь клевать. А тот круглый скользкий выскользнет из лап и шлепнется на землю. Зазорно пернатой красавице с земли его поднимать. Лучше новый желудь с дубовой ветки сорвать. А там а нам вовсе не трудно поднять с земли симпатичный дубовый плод. Желудь настоящая детская игрушка да еще со шляпкой. Ученые доказали что желуди были первоначальной пищей человека. Первым хлебом был хлеб из желудей. В древности желуди сушили в печах растирали в муку и пекли из нее хлеб. По питательности желуди не уступают ячменю. Отвар из дубовой коры лечит многие недуги. А сколько народных сказок о дубе с золотыми желудями, под которыми скрыты богатые клады. О дубе, под которым ларец со смертью Кощея. О дубе, на ветвях которого висит хрустальный гроб со спящей красавицей. Береза В опале березка стояла Каждому, конечно, известно и милая эта русская народная песня. Да и разве можно представить Россию без белой красавицы березы? Во все времена года береза хороша. Летом распускает она шелестящие на ветру зеленые кудри. Зимой стоит она как снегурочка в своем искрящемся на морозе наряде. Осенью каждый листочек хочется поднять с земли и еще раз полюбоваться золотой окраской. А весной с недавних пор с давних пор весной русские люди радовались ожившей березе. Водили вокруг нее хороводы украшали ее разноцветными лентами или одевали срубленную березу в женское платье и с песнями носили по деревне. Иногда ее изображала самая красивая девушка обвитая березовыми ветками. Береза считалась символом мира и плодородия. Березу любили живопивцы и поэты. Особенно Сергей Есенин, которого вам еще предстоит прочесть. Есть старая загадка. Стоит дерево цветом зелена. В этом дереве четыре пользы. Первая польза больным на здоровье, вторая от тьмы свет, третья дряхлых исцеления, а четвертая людям колодец. Отгадки вот какие. Первая польза это березовый веник в бане париться. Вторая это лучина, ею в старину избы освещали. Третья битые горшки, скрепленные берестой. Ну а четвертое людям колодец это березовый сок. Березовый сок удивительный дар природы. Он очень вкусный, его пьют для оздоровления крови. им моют голову для укрепления волос, лечит долго незаживающие болячки. В старину говорили хочешь быть здоровым, пей весной три недели свежий березовый сок. Полезны березовые почки, их заваривают и пьют как чай. Попил и простуды как не бывало. Из березы получаются крепкие топорища, колеса и другие изделия. И самые лучшие дрова березовые. Сосна Сосна будто красноватые колонны, которые поддерживают темно-зеленую лесную крону. Они словно светятся изнутри. Русский писатель Михаил Пришвин назвал сосны с зажженными свечами великого храма природы. Запах сосны таков, что поневоле начинаешь глубже дышать. Он целебный, поэтому в сосновых барах устраивают санатории и пансионаты. В старину моряки во время долгого плавания страдали от страшной болезни цинги. От недостатка витаминов у них выпадали зубы. Единственным спасительным средством был настой из сосновой хвои. Сосна давний друг моряков. Из нее получались отличные мачты. Корабельные сосны деревья особенно стройные и высокие. Сосны спасают железные дороги от снежных заносов. В пустынях они останавливают движение песков. Под кронами этих благородных деревьев не высыхают и не мелеют реки. А знаменитый янтарь, из которого делают удивительное украшение, ничто иное, как застывшая смола древних сосен. Молодые сосенки растут весело и быстро, поднимаясь на 30-50 сантиметров в год. Они не боятся ни морозов, ни засухи, ни шквальных ветров. Единственное, что им нужно, солнечный свет. В тени могучих елей они погибнут. Зато, если вокруг светло и просторно, сосна доживает до 400 лет и достигает высоты в 35 метров. Ель. Еловый лес обычно тих и мрачен. Солнцу трудно пробиться сквозь тяжелые вечно зеленые лапы. Ведь густой еловый бор состоит из деревьев трех, а иногда и четырех поколений. Выше всех поднимают острые верхушки деревья, давшие жизнь всему еловому лесу. У них солидный возраст. Ель порой доживает до 500 лет. Деревья не такие старые пониже. Ближе к земле молодые симпатичные елочки. А ниже всех маленькие еловые всходы. В еловой хвое много витаминов. Ее даже перерабатывают в хвойную муку, добавляя в корм для скота. Ну и наконец, что бы мы делали без нарядной новогодней елки, свежей и ароматной. Это дерево с давних пор тесно связано с праздником Рождества. Когда-то на Руси Новый год встречали не зимой, а осенью. 1 сентября. Но в 1700 году по указу царя Петра Первого этот праздник стал отмечаться 1 января. Вот что Петр написал в своем указе. Познатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых и еловых. Чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей. Пускать ракеты сколько у кого случится и зажигать огни. Вот с тех пор мы Новый год почти так и празднуем. Осина Научное название осины тополь дрожащий. Почему дрожащий? Такое уж удивительное свойство у осиновых листьев. Бывает в лесу не ветерка и день солнечный. Но откуда-то слышится шорох дождя. Посмотришь по сторонам а это листья на осине трепещут. всякое колебание воздуха приводит их в движение. Поэтому и существует поговорка дрожит как осиновый лист. У осины замечательная древесина. Она со временем не желтеет, остается белой, будто только что оструганной и очень долго не гниет в воде. Поэтому на Руси бани срубы для колодца или погреба делали из осины. Из нее получаются самые лучшие ушаты бочки корыта. Старинное русское село Хохлома прославилось на весь мир искусными мастерами, изготавливающими расписные деревянные кувшины, блюда, чашки, ложки, игрушки. Множество этих изделий из осины. Она и ножом режется хорошо и топором отлично колется. По древним поверьям осиновый кол был главным оружием против нечистой силы. Начиная строить избу, крестьяне вбивали в углы фундамента осиновые колышки. Если ребенок мучился бессонницей, его клали в осиновую колыбель. А вот еще одна древняя примета. Когда на деревню надвигалась эпидемия опасной болезни, в землю втыкали срубленные осиновые деревца. Будто бы помогала. Осину долгожительницей не назовешь. Редко доживает она до столетнего возраста. Зато растет быстро. И если разрастается где-нибудь осиновая роща, другим деревьям трудно ее вытеснить. Липа. Греческое название липы означает дерево, любимое пчелами. Действительно, липовый мед один из самых вкусных и полезных. Одно липовое дерево дает столько же меда, сколько небольшое гречишное поле. Липу за это охраняют. Она считается заповедным деревом. Вырубать ее запрещено. На Руси липу почитали особо. Крестьяне говорили сосна кормит, липа обувает. Из луба содранной распаренной и высушенной коры делали посуду короба лукошки лыка. А из лыка плели лапти, удобную обувь, прохладную летом, теплую зимой и очень легкую. Как сегодня ходят в лес по грибы, так в старину ходили полыка. Самим лубом крылья крыши. Он хранил тепло и не пропускал воду. Липа долголетнее дерево. У старых лип ветви бывают огромными, сучья широкими. Не дерево, а просторный шатер. В одном немецком городе росла такая громадная липа, что ее ветви поддерживались двумя сотнями столбов. А в Киеве есть липа, которая около тысячи лет. Опавшие листва липы обогащают почву ценным перегноем. Листья липы, как никакие другие, богаты полезными химическими веществами. Поэтому там, где растут липы, и остальным деревьям хорошо, а значит хорошо всему лесу. Отваром из липовых листьев полезно полоскать горло приангине. Простудился? Пей чай из липовых цветков. Липовый чай очень ароматный и вкусный. В старину русские усадьбы славились красивыми липовыми олеями. Липа украшение любого городского парка. Недаром древние славяне посвятили ее богиня любви и красоты. Клен Есть осиновые рощи, рощи березовые, а вот кленовых нет. Клен смешивается с другими лиственными деревьями. Особенно дружит с дубом и ясенем. Он не привлекает к себе внимания, но только до тех пор, пока осень не вступит в свои права. Тогда вдруг вспыхивают листья клена всевозможными цветами. Желтыми, буро-красными, золотыми, лимонными, оранжевыми. Даже если день ненастный, клен блистает своим нарядом и словно освещает все вокруг. Клен на Руси любили и уважали, и берегли. царь Петр в своем указе об охране лесов запретил вырубать клен, так как это дерево красно, то есть красиво и дивно. У славян была примета. Если несправедливо осужденный человек обнимет клен, тот зазеленеет, а если к нему прикоснется какой-нибудь несчастный, убитым горем, клен возьмет его тоску себе и засохнет. Клен умеет предсказывать погоду. За несколько часов до дождя листья начинают плакать, с них капельками стекает влага. Под Москвой в честь этого дерева даже назвали село Кленово. Кленовские клены высокие и хорошо переносят зиму. Сюда специально приезжают за их семенами. А еще из клена делают самые певучие кларнеты и флейты. И наконец из кленового сока готовят сладкий сироп. Блинчики с кленовым сиропом просто объедение. Один раз попробуешь, полюбишь на всю жизнь. Прогулка четвертая травяная. В древности люди тоже болели. Но ни таблеток, ни пилюль у них не было. Потому что и аптек не было. Как же они лечились? Травами. В лесу растет много лекарственных растений. Или просто полезных. Неполезных ведь и не бывает. Каждая травинка, каждый цветок кому-то нужны. Пора и нам познакомиться с лесными травами. Узнать, чем они замечательны. И полюбоваться ими, конечно. Весенний первоцвет. Название этой травы говорит само за себя. Зацветает самый первый. Лишь только почки на деревьях лопнули, лесные полянки зазеленели, а на стебельках первоцвета уже красуются золотые грозди цветов. Даже в глухих чащах расцветает первоцвет. Ведь листьев на деревьях еще нет, везде светло. Листья у первоцвета шерстистые, цветки напоминают бараньи рожки. Поэтому еще прозывают его баранчиком. Ну, а главное его имя примула. Листья примулы настолько богаты витаминами, что их разводят на огородах. Всего один съедобный листочек утоляет дневную норму человека в аскорбиновой кислоте. А еще порошок из сухих листьев заваривают в половине стакана воды. Получается напиток здоровья и бодрости. Целебные свойства этой травы люди открыли давным-давно. Древние греки считали, что она лечит все болезни. Ей приписывали колдовскую силу. В средние века знахари пытались из сока примулы готовить волшебные зелья. В честь первоцвета устраивали гуляния и празднества. В Англии верили, что в примулах прячутся гномы и что лунной ночью можно услышать, как они поют. В Дании считалось, что в примулу превращена сама принцесса эльфов. А в Германии весенний первоцвет называли ключами богини весны. После долгой зимы она отпирает ими долгожданное весеннее тепло. Цветочки примулы действительно немного похожи на золотые ключики. На Руси было такое поверье набросать траву на землю и потоптать ее. И тогда будешь жить долго-долго. Но сейчас вряд ли нам захочется топтать такой прекрасный цветок. Не лучше ли просто полюбоваться им? Сон трава. Едва просохнет земля от растаявшего снега, появляются в лесу темно-фиолетовые тюльпанчики. Очень симпатичные. Они действительно похожи на садовые тюльпаны, только ростом поменьше. На стебле у них мягкий серебристый пушок. Снаружи лепестков тоже. За эту пушистость сон траву зовут еще и бобриком. Хорошо написал про нее поэт Алексей Константинович Толстой. С какою радостью чистой я вновь встречал в бару сыром кувшинчик синий и пушистый с его мохнатым стебельком. Настанет лето, цветы увянут, вместо них появятся пушистые шарики и сон трава станет похожим на одуванчик. Подует ветер и семена разлетятся, чтобы прорасти в других местах. Откуда же взялось само название сон трава? Издавна считалось, что это растение навевает сон. Положишь его под голову и сразу засыпаешь. Можно попробовать. Из цветков сон травы художники когда-то делали зеленую краску. А еще в древности люди верили, что сон трава отгоняет нечистую силу. Траву эту клали под сруб строящегося дома, чтобы жить в нем было хорошо и спокойно. Пусть и нам так живется. Медуница. Какие красивые имена давал народ лесным травам. Что не имя, то сказка или песня. Медуница зацветает в конце апреля. На мохнатых стеблях красуются цветы разных расцветок. Розовые, синие, фиолетовые. И тут же появляются пчелы. Других медоносных трав ведь еще нет. Вот и назвали это растение медуницей. К пчелам присоединяются шмели. Веселое гудение стоит в весеннем лесу. Род медуниц насчитывает 40 видов. В русском лесу больше всего медуницы лекарственной. С давних времен ею лечили кашель. И даже ели медуницу, когда она еще совсем молодая. Клали траву в салат и суп. Вот англичане те даже специально медуницу выращивают к столу. На Руси медуницу любили. Недаром былинный герой садко с грустью вспоминает о ней, оказавшись в подводном царстве. Зверобой. Немного пугающее у этой травы название, правда? Зато на вид красавица. Стебли и ветки оканчиваются желтыми цветами. В каждом цветке по пять крупных лепестков. Благовухает зверобой на всю округу и напоминает душистую золотистую метелку. Не перечесть, сколько хворей лечится зверобоем. Недаром в народе его прозвали средством от 99 болезней. Водный настой зверобоя становится красным. За это его еще назвали молодецкой кровь травой. А если растереть пальцами свежие листья, пальцы будут фиолетовыми. В старину с помощью зверобоя красили сукно, льняные и шелковые ткани. И все-таки почему он зверобой? Давно замечено, что он врезен козам и овцам. Поедят они эту траву и болеют. Причем страдают от зверобоя животные только с белой шерстью. Но есть одно предположение. Русское слово зверобой очень напоминает казахское джеробай. А оно переводится как целитель ран. Фиалка. Про фиалку все, конечно, слышали. Удивительный нежный цветок, символ весны и молодости. Сколько песен, сколько стихов посвящено фиалке, сколько сказок и легенд. Древние греки сложили легенду о том, как появилось это растение. Однажды бог Аполлон, повелитель солнца, разгневался на прелестную дочь Атласа. Солнечные лучи беспощадно жгли ее. Отчаившись, девушка стала просить о защите у самого главного греческого бога Зевса. И тот пожалел ее. Он превратил бедняжку в фиалку, поселил в своих небесных владениях, берег ее и лелеял. Но однажды его дочь Прозерпина решила набрать в лесу букетик фиалок. Увидев Прозерпину подземный бог Плутон и похитил ее. Уронила она цветы на землю и разрослись фиалки по всей земле. Фиалки бывают самые разные. Их целых 500 видов. Есть душистые фиалки, любимые цветы изготовителей духов. Есть даже рогатые. Известные все манютины глазки тоже фиалки. Фиалка, в отличие от других лесных трав, зацветает дважды весной и летом. Такая вот загадка. До сих пор ученые не могут этого объяснить, почему это случается. Семена фиалки распространяют по округе не ветер, не шмели, не пчелы, а муравьи. Они очень любят белые наросты, которые есть у каждого семени. Фиалки тоже лечились. Маленькие дети избавлялись ее помощью от изнуряющего кашля коклюша. Очень трогательно выглядит букетик фиалок. Только надо иметь в виду, радовать глаз сорванные цветы будут всего лишь один день, не больше. Быстро они увядают в неволе. Не лучше ли оставить их расти на земле? Тысячелистник. Листиков на его зеленых веточках действительно много. Может их и правда тысяча или дальше больше. Начнешь считать, обязательно собьешься. Цветочных лепестков тоже много. Цветы плотно прижимаются друг к другу и возвышаются на крепких стеблях, как взлетные площадки для крылатых насекомых или белые воздушные острова. Не боится тысячелистник ни холода, ни жары. Даже зимой, когда вся земля в снегу, цветы его усыхают, но держатся стойко. Семена до весны хранят. Тысячелистник его зовут ахиллесовой травой, потому что по преданию древний герой Ахилл лечил ею раненых товарищей. И на Руси соком тысячелистника воины заживляли боевые раны. А крестьяне глубокие порезы косой или серпом. Русские летописи рассказывают, что у внука Дмитрия Донского часто шла кровь из носа. Очень он страдал от этого недуга. Много лекарств перепробовал, а вылечил его тысячелистник. Кстати, эта мужественная трава по-своему красива. Часто в цветочных магазинах ею украшают садовые букеты. А вы знаете, кто эту траву терпеть не может? Вредные насекомые. Поэтому там, где растет тысячелистник, нет ни тлей, ни клещей. Так им и надо. Незабудка. Ученые называют эту траву мышиные ушки. Из-за листьев очень на них похожих. В стеблях и листьях содержится крепкий сок. Пожиет их корова и молоко становится синеватым. К счастью, коровы, козы, овцы редко лакомятся этим блюдом. Зато сохранились предания, что древние оружейники закаливали в травяном соке стальные клинки. И будто сталь получалась такой крепкой, что перерубала железную цепь. Вот вам и мышиные ушки. Но все-таки нам милее другое название маленькой травки – незабудка. У многих народов незабудка считается символом любви и верности. Есть такая легенда. В одном лесу жили мальчик и девочка. С детства они дружили, а когда выросли, полюбили друг друга всем сердцем. Ну вот настала пора юноша покинуть родной лес и повидать белый свет. Девушка долго шла рука об руку с любимым, провожала его. И в минуту расставания заметили оба чудесный небесно-голубой цветок. Тогда поклялись они друг другу, если впереди увидит каждый из них такой цветок, обязательно сорвет его и спрячет на груди в знак того, что любовь жила и никогда не забудется. Прошел год, за ним еще один пролетел и третий к концу подходил. А девушка все ждала, ждала и сама не заметила, как состарилась. И вот однажды, гуляя по лесу, увидела она на краю опушки заветный цветочек. Только собралась сорвать его, как появился на опушке седобородый странник и тоже потянулся к цветку. Руки их встретились, оба радостно вскрикнули и, конечно, сразу узнали друг друга, потому что никогда не забывали о своей любви. А помогала им все эти годы незабудка. Ландыш. Ландыш настоящее украшение майского леса. Маленькие серебряные колокольчики как бы нанизаны на тонкий степель. Их заботливо укрывают овальные зеленые листья. А теплый лесной воздух кажется весь настоян на удивительном ландышевом запахе. Не надышаться. Везде, где цветет ландыш, им восхищаются. Во Франции в его честь устраивают ежегодный народный праздник. Если юноша и девушка обменялись пушистыми букетиками, значит они признались друг другу в любви. Ландыш не только красив, но и полезен. Из него готовили лекарства от одышки и болезни сердца. Порошком из высушенных листьев лечились от насморка, отварами, от болей в желудке. Русские девушки соком ландыша натирали щеки, чтобы быть румянами. Ну и конечно, его нежный запах давно оценили парфюмеры, изготовители духов. Но никакие духи не заменят запах свежих ландышей, который дарит нам весенний лес. Спасибо ему за это. Одуванчик А дуванчик можно встретить везде. На лугах, на лесных полянах и опушках, около дорог и возле человеческого жилья. Очень неприхотливое растение. Люди его топчут и животные объедают, а оно все растет и радует глаз своей пушистой шапочкой. Дунешь на нее и разлетятся маленькие белые парашютики. Иногда часами плывут они по воздуху, неся с собой маленькое семечко, которое где-нибудь да прорастет. Так одуванчик расселяется по свету. Расцветают одуванчики уже в апреле. Из этих веселых цветов русские девушки плели первый весенний венок. Но ни одной только красотой славится одуванчик. Он очень полезен. Целебными свойствами обладают и цветы его, и листья, и корни. Одуванчик помогает от зубной боли. Недаром в народе его еще звали зубной травой. Настой из одуванчика улучшает аппетит, помогает от боли в животе, от пчелиных укусов и еще от массы хворей. За это одуванчик с давних пор именуют эликсиром жизни. Одуванчик не только лекарства, но и полезное пища. Из свежих листьев готовят насыщенный витаминами салат. Цветочные почки добавляют в винегрет. Поджаренные корни успешно заменяют кофе. И вот еще одно удивительное свойство одуванчика. Он может служить точными часами. В ясную летнюю погоду соцветия открываются в 6 утра, а закрываются в 3 часа дня. Можно проверить. Колокольчик. Висят на длинном стебле голубые цветы, действительно похожие на маленькие колокола. Подует ветер, зашевелятся они, закачаются. Если внимательно прислушаться, может, и впрямь зазвенят. В разных концах России называли эти цветы по-своему. Балаболки, звонцы, котелки, голубки. Растут колокольчики и в степях, и в горах, и среди пустынь. А в наших лесах чаще всего можно встретить два вида колокольчиков. Раскидистый и персиколистный. У раскидистого ветви расходятся широко, цветы крупные. Дождь пойдет или ночь настанет, цветы сразу никнут, чтобы пыльца не намокла. Мелкие насекомые часто забираются внутрь цветка и ночуют там в тепле и сухости. У персиколистного колокольчика цветы еще крупнее. А назван он так потому, что его листья и правда похожи на персиковые. Их даже клали в салат и ели. И корни тоже. Все лето гудят над колокольчиками пчелы. Любят они эти цветы. Очень душистым получается мед. Ромашка. Увидишь ее и как не улыбнуться. Будто маленькое солнышко смотрит на тебя и тоже в ответ улыбается. очень нарядно сочетается желтая серединка цветка с белыми лепестками. Так ромашка зазывает бабочек, пчел, шмелей, которые ее опыляют. Правда в лепестках ни пыльцы, ни нектара нет. Зато по ним можно гадать любит не любит. Что до ромашки конечно она нас любит. Лечит от простуды, кашля, даже от зубной боли. В ромашки запах имеет легкий, вкус острый, перечный, силу горячительную и раны заживляющую. Она даже звалась блохогоном, потому что ею блох выгоняли. Может из-за этого ромашку любят зайцы. Утки и тетерева тоже ею лакомятся. А название этой замечательной травы означает римская. В Польше ее назвали романовой травой. Из Польши название перекочевало на Русь и превратилось в ромашку. Разве не симпатичное имя? Подорожник. Семена большинства трав подхватывает ветер или уносит вода. Их растаскивают птицы или муравьи. А вот семена подорожника крепко прилипают к почву. Ветер и вода ничего с ними сделать не могут. Но как же тогда подорожник размножается? Оказывается, помогают ему в этом человеческие ноги или копыта животных. Идет человек по лесу и, сам того не зная, далеко уносит на подошвах семена этой стойкой травы с жилистыми листьями и стоячим стеблем. Вот почему в безлюзных местах подорожника так мало. Зато на исхоженных тропах его хоть отбавляй. Цветет подорожник с конца мая до самой осени. Чем он больше, тем шире расправляет в стороны листья. Как бы расталкивает другие растения, чтобы расти не мешали. Своими листьями он и знаменит. Издавна их соком заживляли раны, лечили ожоги. Натрет путник ногу, лист подорожника уймет боль. Вот так и поладили люди с подорожником. Мы ему помогаем, а он нам. Иван да Марья. Все лето цветет на лесных опушках Марьянник Дубравный. Цветы у него ярко-желтые, а листья фиолетовые. Очень нравится такая расцветка шмелям и пчелам. На Руси у деревенских девушек был обычай перед праздником Ивана Купалы париться в бане. В банный веник обязательно добавляли Ивана в цветок Марьянник. После бани девушки выходили во двор и забрасывали цветочные веники на крышу. Если веник остался на крыше, быть скоро девице замужем, а скатиться на землю ходить в девках. По-разному называли эту траву. Желтяница, желтушка, луговой звонец, черная пшеница. Звонец это понятно. Наступишь ногой на сухую коробочку с семенами и она как будто звенит. А семена Марьянника похожи на семена пшеницы. Перемелятся они вместе, мука будет испорчена, почернеет. Недаром крестьяне говорили синец да звонец хлебу конец. Поэтому и черная пшеница. Зато порошком из желтых цветов лечили порезы, растирались от простуды. Еще верили, что отвар из этой травы может помирить жену с мужем. У желто-фиолетовой травы есть ведь еще одно название Иван да Марья. Народное предание вот что рассказывает. Разлучила судьба в детстве брата и сестру Ивана и Марьюшку. Долго скитался Иван по свету и встретил однажды девушку невиданной красоты. Посватался за нее и женился. И вдруг узнал от людей, что она та самая Марьюшка и есть сестра его родная. Марья с горя пожелтела, а Иван посинел и превратился в траву. Грустная сказка. Может повеселей придумаем? Попробуйте. Иван чай Кипрей Вот кого пчелы любят. Сладкого нектара у этой стройной травы так много, что он выступает на цветах целыми каплями. Говорят, что кипрейный мед самый светлый, самый сладкий. Если по соседству с кипрейной поляной есть пасека, пчелы добывают до 12 килограммов меда в день. Иногда в лесу случаются пожары. Это большая беда. Унылые зрелища представляют собой черные пепелищи. Нескоро здесь вырастет береза или ольха. И вот кипрей уже выпустил из-под земли один себель другой. Корни этой травы под землей уцелели. У каждого корня много почек. Из них и вырастают все новые и новые стебли. Скоро на них появятся лилово-розовые цветы. Потом они превратятся в стручки. А из них высыплются крохотные семена с пушистыми волосками, которые ветер разнесет во все стороны. Всего за одно лето кипрей преобразит выжженную землю. Через год-другой начнут пробиваться к свету другие травы, ростки новых деревьев. Летом кипрей защищает их от зноя, осенью от ветров и холодов. В кипрейных зарослях воздух всегда немного теплее. В народе эту полезную траву зовут Иван Чаем. Из его высушенных листьев действительно получается напиток, который по цвету от настоящего чая и не отличишь. Пили его с удовольствием. Под Петербургом есть село Копорье, где Иван Чай был особенно душистым. Вся Россия знала Копорский чай. Из волокна кипрея вели веревки и сучили пряжу. Корни сушили, мололи в муку и добавляли в хлеб, который от этого становился сладковатым. Даже пух шел в дело. Им набивали подушки и матрасы. Вот бы поспать на такой кипрейной постели, а потом за чашкой Иван Чая рассказать, какие кому сны приснились. Наверняка только хорошие.